Детский смех на третьем этаже 18-й Ширинской школы теперь не частый гость. Большинство кабинетов закрыто, а вот виной всему зияющие дыры на потолке. В школе больше 50 лет, старые балки на крыше подгнивают и обваливаются. Директор разводит руками, крыши уже латали пару лет назад, но это все временно. Обрушение этажа произошло в первой половине 2018 года. Были большие протечки по крыше, то есть по этой причине в летний период времени, в осенний период времени, начало 2018-2019 учебного года муниципального образования вложило в ремонт крыши 400 тысяч рублей. Полная замена выйдет в кругленькую сумму. Школа и администрация района провели экспертизу и отправили запрос в Министерство образования. Первое очередное мероприятие это устранение аварийности, чердачного перекрытия и кровли. Вот с этой целью мы в прошлом году разработали проектно-смертную документацию, получили госэкспертизу. Стоимость этих работ где-то порядка 12 миллионов 200 с небольшим тысяч. Но это даст возможность в дальнейшем эксплуатировать третий этаж и полностью с ними аварийность. Однако в Минобре говорят, школа муниципальная собственность, поэтому и приводить в порядок ее должен район. Кстати, в 2013 году из республиканского бюджета выделяли почти 40 миллионов рублей. На ремонт первого корпуса. Я считаю, что это надо делать в рамках бюджета, муниципального бюджета. Потому что это входит, согласно закону образования, это входит в компетенцию муниципального образования. Это содержание зданий и сооружений образовательных организаций. Это в первую очередь. Пока Ширинская администрация и ведомства спорят, кто должен дать деньги на ремонт, школа постепенно разрушается. Родители боятся за детей. Есть классы, в которых потолки заклеены плиткой. Мы не знаем, что под плиткой. То есть, а в коридоре, они же там ходят в коридоре, а если это обрушится? Я мама троих детей. Все дети обучались в данной школе, и сейчас младший ребенок здесь. Меня беспокоит, конечно, в безопасность. Сейчас здесь учатся более 500 ребятишек. Уже завтра в Ширинскую школу приедет комиссия, чтобы оценить реальное положение дел. А еще выяснить, почему район не проводил своевременный ремонт здания. Полина Назарова, Дмитрий Щеглов, РТС.